Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодня-завтра продолжаем в том же духе. С 9.45 видеобрифинг «Эспрессо» сценарий перед открытием торгов в Москве. В 11.00 видеобрифинг «Ставки» сделан. Олег Крот и Эдуард Ланчев представят свои торговые идеи по голубым фишкам. Затем в 12.00 Дмитрий Шагардин видеобрифинг «Фрэш» по текущей торговле в России и в Европе. Соответственно с обсуждением новостей, тенденций, слухов и идей. Затем в 13.00 краткосрочном Андрей Архипов представит взгляд на текущую ситуацию с точки зрения производных финансовых инструментов. Интересно будет послушать его мнение. В 16.00 не так страшен чарт. Елена Беляева о своем взгляде на рынок с точки зрения технического анализа. В 17.00 продолжаем с Дмитрием Шагардиным разбирать девелоперов российских. Будем говорить об акциях группы ЛСР и 18.15, так же как и сегодня, будем подводить итоги дня. Но это будет уже в среду 2 ноября. А сейчас давайте посмотрим на наши информационные терминалы. Дмитрий, Дмитрий, тебе слово. Всем добрый вечер. Я надеюсь, что всех вам все-таки добрый день. Выдался очень таким волатильным, много событий, вплоть до остановки торгов на российских биржах. И давайте, наверное, начнем с описания главных новостей сегодняшних, таких муверов. Начнем с американских торгов. С текущего момента фондовые индикаторы американские теряют в среднем 2%. Подолжен чуть меньше, проценты 0,8%. Но по структуре индекса S&P, если мы увидим, заглянем внутрь, то картинка следующая. Металлурги, химические компании. И вот весь этот сектор, представленный в этой группе, основных материалов, он называется в Ломберге, минус 4%. Аналогию можно проводить сразу с российским рынком. Там явно тоже медаллурги сегодня особым спросом не пользовались. В Америке вообще растущих идей на этом рынке нет. Нефтегазовый сектор у нас второй снизу, минус 3% с лишним. Там есть несколько бумаг, видимо, растущих. И финансовый сектор в Америке особо заслуживает внимания. Дело в том, что на открытии торгов в США финансовый сектор падал на 5% в среднем. Подрез нам бумаги крупнейших финансовых компаний. Они до сих пор у нас в серьезном минусе. Если поближе глянем, то JP Morgan, City Group, Bank of America, то есть все такие крупнейшие американские кредитные институты финансовые теряют довольно-таки существенно. Хуже рынка себя явно чувствуют. Аналогичные ситуации мы наблюдаем, в общем-то, сегодня и по Европе. Ну и Россия тоже здесь не обошла стороной. Сейчас основные разговоры идут о том, что мы видим, да, финансовые компании в Европе почти 10% в среднем теряют. Это крупнейший индекс крупнейших здесь европейских компаний. Здесь по BNP минус 13%. Зуситэженераль минус 20% сегодня за день. Очень серьезная динамика. Давайте, наверное, посмотрим на внутренний график, чтобы попробовать оценить динамику, наверное, дней за 10, да, потому что у нас как раз тут ралли было неплохое. А, ну да, вот он и график. Вот он и график, сущущий институтэженераль обновляет минимумы, я так понял, годовые, годовые. И уже ниже тех уровней октябрьских. А, не, не годовые, Василий, это у нас за 10 дней график, да. То есть, в общем-то, все ралли, которое наблюдалось в акциях, благодаря тем саммитам, которые в Европе проходили, в общем-то все соединено на нет. По крайней мере, чем обосновывается столь негативная динамика на акциях финансовых организаций связана с вчерашним вечерним заявлением премьер-министра Папандреу, премьер-министра Греции, о том, что он планирует провести референдум, на котором поставят вопрос перед жителями страны по поводу тех мер по сокращению бюджета, трат на пенсионеров, в общем увольнениях значительных, по поводу тех мер спасения со стороны Европы, которые планируются внедрить это списание 50% долга и так далее. То есть все те решения, которые вроде бы были приняты единогласно в Европе, и вдруг в один момент стали опять, как это сказать, оказались на повестку дня, оказались в каком-то подвешенном состоянии, вроде бы во всем договорились, но вот опять что-то, что-то где-то опять не так. Естественно, рынки очень бурно от это реагировали, после этого вчера, напомню, индекс S&P начал свое очень сильное снижение и закрылся на минимум днях. Сегодня тема продолжила играть главную роль в новостных лентах и на фондовых биржах в том числе. Вот такая краткая предыстория. Да, да, тут сильное, конечно, падение, скажите вы все. Давайте посмотрим на график S&P, потом уже перейдем к основным новостям, к экономическим индексам S&P 500. Сегодня с утра сумел протестировать в ходе своего снижения довольно-таки сильную половину, 50% от движения с максимум года до минимум года, да. То есть мы обновили до этого, прошлись почти на 1300 пунктов, там буквально немного не хватило нам. И после этого закрыли мы октябрь. Октябрь самый такой сильный месяц за последние лет, наверное, 20, да. По-моему, с 1974 года не было такого сильного роста в течение одного месяца. Вот, естественно, сейчас наблюдается коррекция. Вот вчера мы прошлись на отметку 61,8, сегодня с утра протестировали отметку 1220 пунктов, что соответствует 50% коррекции. И, в общем-то, на этом уровне мы нашли свою поддержку, и индекс S&P вот сейчас от этого уровня отскакивает вверх. То есть тут, наверное, все в рамке теханализа ложится, но мы с Василием предложим вам сейчас обсудить ситуацию с макроэкономической статистикой, которую мы получали в большом количестве, и по Китаю, и по Америке. С чего начнем? С Китая и с Америки. Василий, подключай звук. Давай обсудим. Ну, давайте начнем. Василий предложил начать с Китая. Давайте начнем с Китая еще раз. Ну, да, макроэкономической статистики на самом деле было немного, но она была очень важная. Вышло два индекса деловой активности по Китаю, соответственно, в промышленном секторе по Китаю и по Соединенным Штатам Америки. По Китаю мы здесь видим, по факту получили 50,4 пункта. Соответственно, 50 это тот водораздел, который разграничает рост деловой активности, и то, что ниже 50, это снижение деловой активности. То есть мы видим, что мы подобрались вплотную к нулю. Насколько я понимаю, да, сейчас мы картинку посмотрим, значения текущие соответствуют, ну, минимум, за последние месяцы в 9. 30, 32 месяца. 30, да, то есть мы спустились даже ниже начала года. Да, мы спустились на 2009 год, 32 месяца. В общем, да, неприятно. Ты все расстраиваешь меня и расстраиваешь, да. Давай посмотрим на компоненты индекса, и здесь надо отметить тоже неприятную динамику в китайском индексе. Обращая внимание на новые заказы, и особенно на новые экспортные заказы, если новые заказы по китайской экономике спустились к нулю, да, то экспортные заказы вообще в отритательной зоне. Мы понимаем, что 60% ВВП Китая делается в экспорте, соответственно, это очень неприятные данные для китайской экономики. Соответственно, неприятные данные для китайской экономики, Это крайне неприятные данные для мировой экономики в целом и особенно для сырья, особенно для металлов, поэтому металлы себя так плохо чувствуют, но также и для нефти, потому что Китай также был одним из главных драйверов по нефти. Соответственно, снижение деловой активности, странно звучит, привело к снижению деловой активности в Соединенных Штатах, но тем не менее эти индексы достаточно коррелированы в последнее время. Если мы посмотрим на то, что мы получили буквально полчаса назад по Америке, мы видим, что здесь тоже пошло снижение. Красивая картинка, да, мы потом туда придем, а сначала компоненты посмотрим по Америке. И здесь, соответственно, мы тоже получили хуже ожиданий, тоже около нулевой динамики, тоже не подтвердился у нас вот этот вот самый отскок. И по компонентам, но по компонентам в Соединенных Штатах все не так плохо. Если посмотреть новые заказы, то там вроде как продолжается отскок, поэтому интрига сохраняется. То есть нельзя сказать, что все уж из рук вон плохо у нас в Соединенных Штатах. Есть какие-то надежды, вот обращая внимание на новые заказы, 52 пункта, то есть выбрались в положительную территорию после трех месяцев снижения, что, конечно же, хорошо. Плюс неплохо у нас восстанавливаются доказы в процессе исполнения, это бэклоков. Вот это, да, следующая строчка. Далее, ну вот мы с Дмитрием, не знаю, спорили, не спорили по поводу запасов. Запасы у нас спустились 46,7. Соответственно, ну, очевидно, что это говорит о том, что производители американские находятся в крайней растерянности, потому что не знают, что будет в будущем. Соответственно, не хотят пополнять свои запасы. Это, конечно, с одной стороны плохо, с другой стороны, это такое задел на будущее. Если ситуация будет улучшаться, то пополнение запасов будет таким дополнительным стимулом для роста экономики. Но это, опять же, повторю, если все будет неплохо. Пока ситуация находится на таком распутье. Да, и вот сейчас, да, и, кстати, важно, что ситуация на рынке труда у нас, ну, по крайней мере, не ухудшается. У нас продолжается небольшой рост занятости, судя по индексу в промышленности. Вот, и это неплохой такой задел для пятничного индекса с рынка труда. Да, соответственно, ну, скорее всего, весь пессимизм у нас, ну, если не исчезнет с рынков, то, по крайней мере, повод для отскока у нас будет в пятницу. Хотя российские рынки у нас в пятницу празднуют День Согласия Единства, да, Народного Единства. Ну, вроде да. Давай посмотрим уже на... Да, да, вот, Василий, спасибо тебе, рассказал в подробности все это, написал ситуацию. И почему, почему, еще раз подчеркиваем важность, да, этих индикаторов. PMI по Китаю сегодня утром и ISM по США вечером. Это все опережающие индикаторы, очень серьезные. У нас здесь стоит три буковки ОКТ, данные за октябрь, опережающие индикаторы. И вскоре по Америке мы получим данные по промышленному производству. Как раз во многом ISM нам будет подсказывать, что промышленное производство, видимо, будет не самым лучшим образом выглядеть. Поэтому в октябре мы посмотрим. Но это очень-очень важные индикаторы. Почему они столь важные? Давайте обратимся вот к следующей картинке, которую мы для вас построили. На данном графике оранжевой линии, это у нас динамика индекса S&P 500. Белая линия, это у нас китайский PMI, который сегодня как раз получали данные, да, индекс деловой активности в промышленном секторе. А зелененькая, это как раз тот самый ISM Manufacturing, который мы сегодня получили также с вами по Америке. Что, какие выводы можно сделать, вот судя на этот график, он у нас начинается здесь с 2006 года. С 2006 года. То, что в общем-то в целом, то, что в общем-то в целом индекс PMI по Китаю, индекс ISM, во-первых, неплохо коррелирует между собой. Неплохо коррелирует. Да, тут у нас был некоторый заскок в середине года, да, здесь неплохо подрастал американский ISM. В то время, как китайцы вроде так все время в такой стагнирующей зоне находятся. Но, тем не менее, все равно они движутся вот в тенденции, ведут нам к одному. К сожалению, тенденция, как говорят, в пользу того, что снижается деловая активность. Более того, она уходит на уровень 2009 года. Если посмотрим 2009 год, то индекс S&P тут у нас стоял на каких пунктах? Ну, ниже тысячи, так я, да, 900 пунктов. Вот, поэтому это на нас наводит такие определенные, на нас наводят определенные такие мысли, да, о том, что деловая активность падает, а вот рынки продолжают свой безудержный рост, по крайней мере, по Китаю, это был сильнейший рост, я напомню, с 1974 года. Вот, так как являются индексы PMI и ISM опережающими, это говорит о том, что S&P, возможно, в ближайшем перспективе у нас будет падать. Будет падать. Это очень тяжело, на самом деле не хочется это говорить, потому что вроде мы как среднесрочно нацелились на концу года увидеть уровень повыше, да, но риски существенно повысились после сегодняшних утренних данных по Китае. И тут стоит вспомнить, на чем мы основывали свои прогнозы о более высоких уровнях. Первое, что было, что мы обсуждали, это близость решения по Греции вопроса, да, скорее всего, речь шла о банкротстве, да, но мы ожидали, что после этого тему закроют, обанкротят Грецию и все, на этом закончится, да. Но теперь очевидно, что да, Грецию обанкротили, но это еще далеко не конец, потому что участники процесса решили отрезать хвост собаки по частям, а не целиком, и вот бедную Грецию мучают со своими медицинскими инструментами. Соответственно, вот этот неприятный звук будет продолжаться и в следующем году. Далее, был у нас, вот здесь, если мы посмотрим более внимательно, на последние месяцы, у нас вроде как в индексах деловой активности наметился небольшой отскок и по Китаю, и по Соединенным Штатам. Эти отскоки были лучше ожиданий, значительно лучше ожиданий, соответственно, да, вот последний месяц, соответственно, вот здесь мы видим, что даже американцы получше отскакивали. Соответственно, на этом строились ожидания относительно того, что вроде как американская экономика начинает чувствовать себя лучше, и китайская, что еще, наверное, более важно, особенно для российской зависимой от сырья экономики. Да, но вот сегодня с утра мы получили опровержение этой гипотезы. То есть из всех трех экономик нам поступают сейчас негативные сигналы. Соответственно, это говорит о том, что, ну, то движение, которое мы наблюдаем сейчас, может вполне продолжиться и далее. Соответственно, вопрос возникает в том, что же мы наблюдали месяц назад. Ну, судя по всему, мы ожидали некоторое оживление после того, как у нас здорово мы проседали в октябре. У нас потребители, мы помним, что там был рост потребительской активности, рост производственной активности. Соответственно, покупатели у нас в августе откладывали свою покупку в связи, крупные покупки в связи с тем, что нас здорово трясло после снижения Америки рейтинга. Сейчас они в сентябре вышли на рынок, но в октябре этот запал кончился, и он не получил своей поддержки. Соответственно, вот такие цифры мы получили. Сейчас главный вопрос, что будет дальше. На мой взгляд, единственное, что может развернуть рынки, это завтрашнее заседание Федеральной резервной системы. Вообще, ну, не будучи поклонником теории заговоров, очень похоже на то, что всем нежелающим, как это называется, запускать QE3 в Федеральной резервной системе, насколько я понимаю, в понедельник таких было пятеро, тех членов ФОМС, которые активно сопротивлялись Бену Бернанке и Уильяму Дадли в ведении этого QE3, соответственно, им дают показать, что ситуация вовсе не так хороша, как им казалось до тех пор. Поэтому, ну, наверное, надеяться нельзя, потому что все-таки есть доводы за, против и внутриполитическая борьба, но шансы остаются. Поэтому вот так. Нет, ну, тут опять-таки вопрос в том, что вы обещали нам QE3, но, по крайней мере, вот то, что в последнее время муссировалось активно и во всех информационных СМИ, и в том же Бумберге, ну, в разных СМИ, да, говорилось, что QE3 будет в форме выкупа ипотечных бумаг. То есть это не будет накачка ликвидности опять банковской системы, да, которая, ликвидность, которая пойдет потом опять в сырье, в рисковые активы, а покупать будут ипотечные бумаги, потому что ипотечный рынок страдает. Собственно, поддержка, да. Да, а самое интересное, то, что запуск программы для ипотечных бумаг, он ни в коем разе не должен привести к росту стоимости фондовых и рисковых активов. Мне кажется, здесь достаточно будет звука, звукопечатающего станка и... Да, и все, да, чтобы все... Да, ну, да, да, Василий, давай сейчас от наших налогов немножко отойдем, нас спрашивают по поводу того, какая будет вечерняя, какая будет вечерняя сессия, да, видимо, спрашивают про ШТС. Звук Василий тут, да. Похоже, что могли получить за сегодня, мы уже получили, глубже падать, наверное, уже, наверное, нет, да, американцы уже более чем включили в своем финансовом секторе текущие котировки, поэтому, ну, слегка, может быть, вверх будем отполдать от тех уровнях, на которых мы сейчас находимся. Отскакивают, отскакивают сейчас и фондовые индексы в Америке, минус процент 70-х по S&P, минус полтора процента по Dow Jones, здесь более-менее ситуация устаканивается, но по Европе все равно, я смотрю, минус 5 процентов в среднем теряют фондовые индикаторы, но я думаю, что ситуация чуть-чуть выправится к концу торгов. Да, у нас, мы ждали с Василием сегодня уровня 14.50, точнее, не сегодня ждали, а вообще, сегодня утром, вчера вечером говорили об уровне 14.50, но вот, опять цель перевыполнили, успели сегодня уже прогуляться на отметку по индексу МВБ, да, тут у нас был за сколько-нибудь низ небольшой на 14.40, но я бы это, честно говоря, связал как раз-таки с технической проблемой на бирже, потому что, да, там сложилась такая ситуация, очень такая непонятная, да, со сделками, кто покупал, кто продавал, пока все братья, привели свои дела в порядок, вот у нас, в общем-то, индексы отскочил на этом фоне всем, поэтому 14.50 мы сделали, это была цель, которую мы с Василием ставили для себя сегодня, поэтому завтрашний день можно, ну, с некой долей оптимизма все-таки смотреть, мне кажется, на утро, у нас два дня очень сильных распродаж, да, есть риски, да, там есть заявление греческого премьер-министра, но я думаю, сейчас европейцы соберутся, обсудят, скажут, мол, что же вы делаете, господа греки, как бы, и несколько ситуаций, то разрядят, хотя бы на время на какое-то, да, поэтому предпосылка все-таки для такого некого, некой стабилизации. Да, это первый вопрос, а второй вопрос, это, соответственно, Федеральный комитет по открытым рынкам начал свою работу, и завтра после закрытия торгов в России они опубликуют, выйдут на пресс-конференцию, Бернанке будет держать доклад по результатам, соответственно, до этого, не думаю, что какие-то серьезные действия будет предпринимать рынок, думаю, что мы замрем на каких-то уровнях, возможно, будем действительно, может быть, немножко восстанавливаться. Здесь, кстати, еще, ну так, переходя к повестке дня, будет важный ADP employment по Америке, если я не ошибаюсь, там, что-то около 6 часов, да, соответственно, вот на рынок труда у нас, ну, 15-15, да, соответственно, ну, пока рынок труда у нас не такой уж и плохой, соответственно, может быть, еще и эти числа, ну, не такой уж и плохой, сути, вот по компонентам в индексах деловой активности, плюс по заявкам по пособиям по безработице, да, там нету оснований для безбрежного оптимизма, но, скорее всего, тысяча, сто тысяч мы сделаем по занятым в частном секторе, соответственно, это будет воспринято как такой положительный сигнал для какого-то отскока, плюс, вот, повторю, консолидация в ожиданиях Федерального комитета по открытым рынкам, так что завтра, может быть, и порастем чуть-чуть, да, но я бы не надеялся на восстановление тренда, думаю, что сейчас, пока мы будем в бок двигаться после такой конкурсии. Ну да, сегодня паника была, явная паника на рынках, пока четких таких сигналов, именно из-за чего эта паника прошла, да, но я сомневаюсь, что именно из-за слова Пандрео, прямо так все началось сильно валиться, явно какие-то были предпосылки внутренние, на банковском уровне, да, и явно у банков из Европы, судя по этому. Да, явно у социальных генералей минус 20% сегодня делают, вот, так что под ударом опять крупнейший финансовый институт европейский, но посмотрим, посмотрим, завтра отмечаем еще раз 16-15 данные от ADP, это оценка, которая нам поможет в принятии наших решений, и в оценке ситуации, которая у нас, оценке статистики, которая будет опубликована в пятницу, в пятницу, напомню, большой блок статистики по рынку труда будет в США опубликован, и вот ADP, это как раз вот предвестник, да, некоторый такой предвестник, перед этими пятничными данными, просто интересно, на самом деле, сейчас глянуть, как изменилось за вчерашний день, за сегодняшний день ожидания рынка относительно пятничных данных, но вот пока 95 тысяч ждут, в частном секторе ждут рост на 125 тысяч человек, ну, пока вроде все в силе, все вроде так же сильно не изменилось за этот день, но посмотрим, в пятницу, к сожалению, российские рынки будут закрыты, а вот такую важнейшую статистику мы не отыграем, к сожалению, но посмотрим, посмотрим, вот, вот такой будет календарь на завтрашний день, плюс отмечаем по поводу заседания ФРС, да, которое сегодня начинается, завтра заканчивается, в 20-30, будет нам известны результаты и выступления в Бедной Бернадке, тоже планируется, естественно, по факту этого заседания, плюс у нас в четверг и в пятницу G20, лидеры Большой двадцатки в 30 в Каннах, и будут обсуждать, опять-таки, тоже ситуацию в еврозоне, ну, и не только там будет много вопросов стоять на повестке, но Европа в первую очередь, и, соответственно, какие-то решения глобальные тоже, опять-таки, будут приняты в пятницу, поэтому российский рынок вот остается без такого важного дня, политического, экономического, но посмотрим, посмотрим, чем все это дело закончится. Так, обо всем поговорили, про мы, про статью, Василий, все-таки, давай в двух словах скажем, интересная статья о Блумберге сегодня была опубликована, я думаю, на основном сайте Блумберга она тоже, тоже опубликована и дает нам некоторую, наверное, разгадку по поводу того, почему сейчас так сильно растут долговые бумаги Италии, периферийных стран вообще, да, потому что мы на графике тоже с вами посмотрим. В статье говорится о том, что оценивается ситуация на рынке CDS, Банк международных расчетов опубликовал такие цифры сегодня, так вот, говорится о том, что гарантии, которые предоставляют американские, крупнейшие американские банки, будем так называть, по бандам стран вот этих вот периферийных, среди которых у нас числится Греция, Португалия, Ирландия, Испания и Италия, да, выросла за полугодие с 80 миллиардов долларов до 520 миллиардов долларов, то есть, по сути, выдали страховок на полтриллиона долларов крупнейшие американские банки, среди которых небезызвестный всем JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, это крупнейшие игроки на рынке CDS, ну, CDS, я думаю, все уже прекрасно слышали, да, кредитные дефолтные свопы, и вот тут как раз в статье говорится о том, что, не дай бог, не дай бог, та же Греция объявит дефолт, состоится так называемое кредитное событие, которое повлечет за собой как раз выплату вот этой самой страховки, то есть выплату по CDS, не дай бог это случится, госдолг Греции, я напомню, 350 миллиардов евро составляет, ну, там, правда, не все, конечно, не на всю сумму эту, но, тем не менее, если дефолт случится, то несколько крупнейших американских банков попадут на очень-очень большие деньги, естественно, это вызовет некий коллапс на финансовой арене, на финансовой системе. Статья довольно-таки большая, я думаю, что, можете знакомиться на Bloomberg, на сайте, я, правда, я там ее не смотрел, но вот, да, вот говорится, что крупнейшие пять банков, J.K. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, вообще 97% держат на своих балансах вот этих вот кредитных дефолтных СОПов. Кредитные дефолтные СОПы были придуманы на новогодней вечеринке у J.P. Morgan, да, Василий, в конце 90-х годов, да, вроде, сами они придумали этот инструмент, и сами, скорее всего, на нем когда-то и очень сильно погорят, могут погореть именно потому, что в свое время, точнее, в разгар кредита 2008 года, всем небезызвестная на тот момент самая крупнейшая в мире страховая компания AIG, как раз-таки попала на CDS-ах по бумагам, обеспеченных ипотекой. Ипотекой не смогли выплатить по страховке, да, ипотечные бумаги у нас обанкрот, ну, обесценились, не смогли обеспечить выплаты, и компания, в общем-то, крупнейший страховщик мировой, пал жертвой кризиса. Все это прекрасно помнят, и, по всей видимости, вот, как мы с Василием обсуждали, жизнь ничему особо не учит, теперь крупнейшие американские банки решили появляться в CDS, но вот ситуация, мне кажется, несколько вышла под контролем. Вчера, напомним, что рухнул крупнейший брокер, один из крупнейших мировых брокеров, который на своем балансе держал проблемных облигаций, проблемных стран на 6 миллиардов евро, и, в общем-то, сделал ставку на то, что цены будут расти, доходность падает, все сложилось наоборот, маржин колл, все, компании нету. Это, к слову, на комментарии нашего участника про то, что рынок идет под управлением крупных игроков, инвесторов, брокеров, куда им выгодно, туда и направляют, и находят для этого любые объяснения. Все это, может быть, имеет какое-то основание под собой, но до определенного предела. Иногда даже самые крупные брокеры встречаются с непредвиденными событиями, и вот, как показал сегодняшний день, ситуация с СМФ Глобал, это один из крупнейших фьючерсных брокеров в Соединенных Штатах, ситуация бывает поворачивается и не в их сторону. К тому же, если мы на крупнейшей банке посмотрим, на тот же Goldman Sachs, он у нас по отчетности корпоративный, он у нас все хуже и хуже. И, судя по всему, в третьем квартале было очень плохо, а четвертый квартал, судя по всему, будет совсем не очень хорошо по Goldman Sachs, поэтому на наши гоблины, да. Тоже, в общем, они страдают от своих же действий, возможно. И самый интересный момент еще, извините, что тут отвлеклись так, самое интересное, существует та самая комиссия, которая определяет, случился ли тут самое кредитное событие, допустим, по дефолту. Вот у нас как раз очень тонкая ситуация была с греками, когда грекам сказали, что списали 50% долга, и он начал гадать, примет ли, будет ли являться это списание кредитным событием. Решение по этому вопросу делала комиссия, так называемая, ESDA, в переводе на русский язык, где там у нее был, Василий, не помню, как она там расшифровывается, а вот, International Swaps and Derivatives Association, ну, комиссия по деривативным и слабам, которая состоит из 15 человек, для продвижения своего решения надо было принять 12 голосов, приняли, сказали, что нет, это не кредитное событие, но если посмотрим на этот сам совет, который принимал это решение, да, в рамках этого комитета, то увидим, что там сидят представители тех же самых крупнейших американских банков. Вот такая вот интересная ситуация, ну, как есть, как есть. Да, рука руку моет. На этом, думаю, будем завершать наш видеобрифинг. Спасибо всем большое за комментарии и за вопросы. Напоминаю, что завтра мы в прежнем боевом режиме вместе с вами будем встречать новый день. Присоединяйтесь к моему эспрессо. Всем хорошо отдохнуть и завтра много-много прибыли. До свидания. Всем до свидания. Читайте наши новости на сайте brokerks.ru, на сайте youtube.com.brkf мы укладываем тоже все наши видео. Плюс можете подключить новостную ленту в терминале торговом КВИК, ленту под названием KIT FINANCE. Всем большое спасибо. Всем до свидания. В чате 5 минут еще будем оставаться. КОНЕЦ